Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба Администратор паблика, ценители группы «Зоопарк» Игорь Петровский, известный как Иша Второй раз у нас в студии Иш, добрый вечер Здравствуй, Саша Ну что, мы продолжим наши добрые воспоминания об Майке Науменко День рождения которого мы будем отмечать 18 апреля Майку исполнилось бы 67 лет Майк стал бы звездой рок-н-ролла Вот это тоже вопрос, конечно, интересный Вообще-то, мне кажется, что он все-таки является звездой Но какая-то звезда такая очень нетипичная совершенно Знаешь, вот он лишен вот этих вот атрибутов звездности совершенно напрочь Но есть что-то гораздо более важное, по-моему, это то, что он легенда И вот этот вот человек, который действительно научил Научил рок-н-ролл говорить по-русски Вот это, вот я вот так вот Какой необычный взгляд Зная при том, что Майк очень хорошо знал английский Именно благодаря этому он смог, да Да, он смог дать почувствовать звучание рок-н-ролла на русском языке Это было круто, это было совершенно круто, необычно Да, очень красиво ты сказал про звезду, что такая звезда, может быть, не до конца раскрывшаяся Может быть, показавшаяся как вот чуть-чуть, но на самом деле не раскрылась до конца Очень жалко, потому что на самом деле и песни Майка, и группа зоопарк Мы очень много ездили на гастроли с ними, и я с удовольствием вспоминаю В том числе мы с тобой вместе тоже бывали Бывали, да, конечно, бывали и не один раз Поэтому, вспоминая наших старых добрых товарищей, мы, конечно, всегда думаем о том, что это было здорово в наши старые добрые времена Ты не член Ленинградского рок-клуба? Нет И никогда им не был И никогда им не был, но у меня все-таки есть одно довольно дурацкое воспоминание о том, про рок-клуб Дело в том, что я был на первом собрании этой Шарашкиной конторы Этого прекраснейшего, прекраснейшего, легендарного Вот именно Это было тоже, опять же, почему Майк решил меня туда позвать? Ну, наверное, надо было кого-то позвать Там вообще-то еще довольно много наших людей пришли А вы звали друг друга, то есть вы перезванивались и говорили, что вот будет собрание, надо прийти и посмотреть, что это такое Ну, да-да-да-да, причем, на самом деле, что это такое за собрание будет, никто толком не знал Но вроде был такой вот пущен слух, что будет такой вот сходняк, на который, наверное... Стоит сходить Стоит сходить, да Чего там будет, зачем это, никто ничего не понимал Ну, в какой-то момент взяли, собрались Вот, и как потом оказалось, да, там было сказано, что вот сейчас мы организовываем такое прекрасное дело, как Ленинградский рок-клуб Вот, и давайте, пожалуйста, все записывайтесь Ну, я как-то не очень понял, о чем я там, в качестве кого я там буду записываться Что-то не состоявшегося фронтмена группы «Зоопарк» Да Вот Ну, Боря Гребещиков мне сказал, ты придумай какую-нибудь группу там и запишись под этим именем Я его спросил, Боря, это зачем? Он говорит, ну, для массовости И... Иша, это миф, то, что ты сейчас рассказываешь? Это правда? Нет, ну, мне вот делать больше нечего, как понимаешь, пойти тут, а сейчас грузить себя какими-то бредними Это чистая правда Боря, ты мне сказал, что это для массовости Для массовости, да, что так будет нужно, чтобы все это солиднее выглядело Да, вот Я там почесал в репе, и все-таки так и не... Я не придумал никакого названия для группы, в которой мне хотелось бы записываться Поэтому... Поэтому ты не стал членом Ленинградского рок-клуба Да, Бориному совету я, значит, не последовал Вот так вот Ну, вот, не создав массовость, не назвал группу никак А мог бы стать членом Ленинградского рок-клуба Ну, на самом деле, ты как бы не очень-то жалел об этом Потому что ты общался с этими ребятами, с этими музыкантами Которые были членами Ленинградского рок-клуба И, так сказать, творили вот эту музыкальную жизнь Это все происходило мощно Какой ты такой самый сильный концерт, помнишь, Майка Науменко? Ну, знаешь, мне более всего памятны выступления зоопарка в Владивостоке Я, в общем, честно говоря, не знаю почему Ну, во-первых, они там хорошо сыграли Действительно, все было очень грамотно сделано Ну, вообще вся эта какая-то очень добрая атмосфера Которая в те дни царила там в группе и вокруг нее Вот, у меня такие вот... Это был золотой состав? Так, это... Или якобы... Да, да, ну, давай, в общем, короче-проще Значит, Майк Илья, Шура и Валера на барабанах Давай их по фамилии назовем Валерий Кириллов, Александр Харбунов, Илья Куликовский Куликов И Майк Науменко Да, да, совершенно верно А Мурзик тогда не... Ну, они бы позже пришел, да Нет, мы наоборот, Мурзик, он был чуть раньше Вот, незадолго... То есть Андрей был раньше в группе еще даже, да? Да Андрей Муратов, я не видел, Мурзик Да, ну, такой золотой состав Это было такое сильное, хорошее, доброе воспоминание Именно из Владивостока Да, именно Именно вот оттуда Да, и если меня сейчас кто-нибудь слушает Вот, из Владивостока всех товарищей То всем передаю привет Особенно тем, кто, может быть, был на тех концертах И тех, кто тогда встречался с группой зоопарк В общем, не буду называть всех поименно Чтобы, не дай бог, кого-нибудь не обидеть Да, но, в общем, вот поверьте, что самые лучшие Теплые воспоминания Да, очень здорово на самом деле Когда у человека, который дружен с музыкантами Есть какой-то концерт, который оставил самое сильное впечатление Потому что обычно отвечают Ой, все концерты хорошие, мы не можем выделить Когда есть один, это сильно Что мы сейчас будем слушать? Вот, будем слушать песню под названием «Завтра меня здесь не будет» Это еще один «Блюз до Москвы» Как я понимаю Потому что, если вот для людей, которые там Внимательно так врубаются в творчество Майка В истории его песен Возможно, вот задаются вопросом Почему это Майк иногда говорил о том Что «Блюз до Москвы» существует три Вот Про два понятно Это «Блюз до Москвы» номер один Который мы уже слушали Про который я рассказывал Есть песня, которая так и называется «Блюз до Москвы» номер два Написанная чуть позже А вот вроде А какая же третий-то «Блюз до Москвы» Где он? Так вот, я так понимаю Что третий «Блюз до Москвы» Это вот именно «Завтра меня здесь не будет» Да, потому что, смотри «Блюз до Москвы» номер один Это про наше Сказочное путешествие в Москву Сказочное путешествие, да «Блюз до Москвы» номер два Это уже возвращение в Москву В новом качестве Когда много комплиментов Так похожих на лесть И вот все такое А, соответственно, третий Вот эта песня Это как отбытие из Москвы Стоя на перроне Я смотрю на вас В общем, всем спасибо вам за ласку Спасибо за вино Вот И так далее Ну, и что еще интересно Что эта песня Вернее, нет, эта песня А просто песня Под названием «Завтра меня здесь не будет» Она упоминалась еще В конце 70-х годов Когда Майк написал такой рассказ Без названия Да, у него просто рассказ У которого названия нет Где он описывает Некую такую фантастическую Жизнь Один день Русской рок-звезды Едет, записывается на студию Дает интервью То есть То, о чем В конце 70-х Конечно, и помыслить себе было Даже не Да, вообще Да, да Вот Это была такая Чистой воды фантазии И там в том числе Упоминается Песня Завтра меня здесь не будет Круто Да И Там У автора песни Спрашиваю Скажите А что вы хотели сказать Этой своей песне На что Автор отвечает Я хотел сказать Что Завтра меня Что Что я Уезжаю Там где-то У меня будут концерты Где-то там В Зеленогорске Каком-то Условно говоря А послезавтра Я опять буду здесь Слушаем 24 Обфаrender Д-зуг Стоя на пиране Я смотрю на вас Зеленый свет зажегся Красный свет погас Вот идет мой поезд Рельсами звеня Спасибо всем Кто выбрал время Проводить меня Смотри Вот идет Мой поезд Вот идет Мой медленный поезд Смотри Вот идет Мой поезд И завтра Меня здесь Уже Не будет Мне не нужны вопросы Вам не нужны ответы Мне не нужны признания Вам не нужны мои советы Ты последний час настал Теперь уже все равно Спасибо вам за ласку Спасибо за вино Вот Вот идет Мой поезд Вот идет Мой медленный поезд Вот Вот он идет Мой поезд И завтра Меня здесь Уже Не будет Танас Я сказал все Что хотел сказать Что я могу сказать еще Все Что я хочу Это чтобы Всем было Хорошо И кто-то плюнет мне в спину, и кто-то помашет рукой И кто-то назовет меня негодяем, но кто-то назовет звездой Зовите меня, как вам угодно, я все равно останусь с собой По знаку зодиака, обнам, по году рождения козой Но вот, вот идет мой поезд Вот идет мой медленный поезд Вот, вот он идет мой поезд Завтра меня здесь уже не будет Завтра меня здесь уже не будет Ленинградского рок-клуба, в данном случае мы сегодня В преддверии дня рождения Майка Науменко Естественно, вспоминаем группу «Зоопарк» и Михаила Васильевича Науменко В простонародье, именуемый Майк Ты часто бывал, Майка, дома? Бывал это, да Это был гостеприимный дом? Да, вполне Это дом, в который можно было пойти в любое время, даже в 9 часов утра? Слушай, вот я ничего подобного такого не свершал Может быть, для кого-то другого это было возможно Я таким вот не занимался Я, например, в 9 часов утра еще сплю, как правило Ну, естественно, Майк тоже, наверное, все-таки спал в это время Но нахождение его жития недалеко от Московского вокзала Крайне сильно мешало ему, наверное, иногда в какие-то дни спокойно себя чувствовать Ну, да, да, это было такое И Наташку это, в общем-то, страшно доставало, конечно Да, вот этого никто не хотел никогда почему-то понимать Приходя в другой дом, ты, в общем, нарушаешь какой-то определенный порядок, который существует в этом доме И, конечно, Наташе это не нравилось Да, все это уже известно, эта ситуация А потом они говорят от себя, мол, лучший друг, я с ним пил там В общем, все это довольно грустно, конечно Но об этом лучше рассказала Наташа Рассказать-то она рассказала, но это прочесть пока что нельзя Вот текст существует, но он еще нигде не опубликован Ну, дай бог, в общем, однажды мы все-таки это прочтем А текст уже существует? Текст существует, да Может быть, если не удастся это все издать в нормальном бумажном виде То будем тогда по частям публиковать это в электронке какой-нибудь Ну, в общем, пока мы еще не теряем надежды, что это все будет напечатано просто выездо А когда ты говоришь «мы», кого ты имеешь в виду? Меня, Наташа и Олега Кавриго Это издатель, в общем-то, основной издатель всего музыкального наследия группы «Зоопарк» Ну, так же и многих других тоже Кавриго, кто не знает Ну, видишь, я понимаю, что это я не тебе объясняю Для наших радиослушателей Ну, у вас хорошая трибу получается Очень сильная, я бы сказал, очень мощная Я искренне желаю вам, чтобы это было, конечно, печатное издание Я понимаю, что это будет... Там еще картинки, понимаешь, предполагают А их, конечно же, никак не сделать Ну, нет, ну, можно, конечно, их там запихнуть как-нибудь И вот тоже в электронном виде их преподнести Но это все-таки уже не то, конечно Бумажка Бумажка, она, конечно... Да, она совершенно другое ощущение дает, когда ты берешь... О, искренне желаю вам удачи и успеха Чтобы эта работа обязательно увидела и свет И главное, чтобы ее смогли почитать люди Мы с тобой вместе смотрели фильм Фильм, который назывался «Цой» Да, мы с тобой вместе, вместе с твоей супругой С Людой, кстати, люди огромный привет Потому что этот человек, который всегда был рядом... Вы сколько женаты? Скоро 40 лет будет, 30-го числа 30 апреля? Да 40 лет? Да От всех радиослушателей, от меня лично В студию подарки Слушай, прими мои поздравления, люди огромный привет Вы удивительные люди, я вас очень люблю Вы совершенно классные, просто ничего не могу сказать Майк Науменко Песни, которые он писал Они же, ну, в общем, они были где-то Где-то немного музыкальной стилистики Заимствованы немножко с запада Да, такая вот, как бы, музыкальная Ну, как немножко, они очень сильно были Ну, да, я так уж не стал говорить Ну, это были такие западные фрагменты, западные такие куски Ну, да, при этом по плагиатам-то это назвать тоже никак невозможно Это было пропущено через себя и сделано очень, скажем, качественно, но совершенно чуть-чуть, но по-другому Но тексты, тексты, которые отличались просто как день и ночь Как Майк писал свои тексты? Как он писал песни? Ну, когда как и наоборот, когда Слушай, ну, понятия не имею Молча он их писал Вот там приходишь к нему на работу В эту сторожку Там лежит у него тетрадочка Где-то вижу краем глаза, что вот какие-то, значит, у него там чердвяки Там зачеркивание, перечеркивание Бляются Вот, в общем, надо сказать, что Как правило, писал он довольно долго То есть это не то, что там сел и одни махом Вот, да, об этом я и спрашиваю Он переписывал, он правил Переписывал правил, уточнял там Как-то что-то изменял, да Вот То есть он не такой вот, знаешь, который Как это порой там у Кушнира проскальзывают Какие-то якобы свидетельства То, что маханул там стакан И написал песню Это все было совсем не так Да, я очень хотел бы, чтобы именно это прозвучало Потому что и читая Кушнир И, правильно, Кушнир И слышать тебя вдруг о том Как мать тебе предложил стать чуть ли не фронтменом группы «Зоопарк» Создается, может создаться такое впечатление Что все делалось так Типа на отскок На самом деле нет Это только первое впечатление И очень-очень поверхностное На самом деле Потому что те песни, которые звучали Они были действительно выстраданы И вычищены И переписаны, наверное, несколько раз Ну да, то есть вот даже Сейчас опять вернуться к тому Завтра меня здесь не будет Кроме того, что я рассказал Что она где-то лет за пять За четыре, может быть До того, как эта песня была написана Ее название уже фигурировало В рассказе Это тоже как бы кое о чем говорит А, и кстати, вот тоже хотелось бы Говоришь там Как бы подчеркнутое Западных каких-то источников Вот именно про эту песню Очень многие долгое время думали Что это он, собственно, взял и перевел Боба Дилана Потому что у Боба Дилана Если есть такой альбом Медленный пояс Лучше называется Ну вот И там главная песня с припевом Слоуч Рейн и Комин То есть вот идет медленный пояс Медленный пояс Да И тут почему-то все решили Что и весь остальной текст Это тоже Это перевод Боба Дилана Если просто взять Просто взять так тупо И сравнить Окажется, что вообще ничего общего-то нету Понимаешь? Да, когда ты начинаешь сравнивать Действительно А так разговоры Да, действительно ходили Они Ну и бог с ними Что мы будем слушать сейчас? Так Ну давайте Вот сидя на белой полосе Это Ну да, в общем Одна из Главных его песен Да Он просто, знаешь Что тут Хочется сказать По этому поводу Что Многие песни Майка Они слушателями Воспринимаются Как будто Какие-то Рассказы О его собственной жизни Что вот Что-то там с ним случилось Он взял там И песню об этом написал Но На самом-то деле Такие песни есть Но Их мало Их очень мало Да Как правило Все-таки нужно понимать Что Лирический герой Он и есть Лирический герой Который К самому автору Там порой Имеет какое-то отношение И порой Никакого отношения Не имеет Как это Например В песне Простого человека Вот Тот Я обычный парень Не лишил простоты Это никаким образом Не о майке Не о майке Не о себе Очень хорошо Что прозвучала Эта фраза Что Что Большинство Песен Это не Автобиографические Песни Что они есть Но Не все Вот Не весь Вот это Количество Песен Майка Это как бы Он сам о себе Да Но вот Как раз Сидя на белой полосе Она В данном случае Это Это он О себе поет Это именно Его Мироощущение Как он Воспринимает Все Все происходящее Тоже Конечно Не обошлось Без влияния Это Прежде всего Боб Дилан Там и песня Watching the river flow Вот И Джун Леннона Тоже Watching the wheels Они Они тоже Вот Наверное Как-то Помогли ему В написании Сидя на белой полосе Но вот да Это действительно Это песня Где можно сказать Что Вот тут Он поет О себе Самому Что это В данном случае Лирический герой Совпадает С Майком С Майком Да С Майком Слушали Ой извините Пока Не забыл А то потом Вдруг Буду сказать Там есть еще Очень Такой куплет Что при каждом саде Есть свой садовник Его работа Полоте стричь Вот И это вот Тот редкий случай Тоже Когда Майк Раскрыл О чем Идет речь Что означает Этот куплет Он им просто Взял Не миф Не миф Ну чего Это Хорошо Спасибо Тогда Уважаемые радиослушатели Обратите внимание Какой по счету Куплет Я не помню Какой он по счету Начинается Со слов При каждом саде Есть свой садовник Работа Полоте стричь Работа прекрасна И даже безопасна Но желаем Его трудно Достичь Вот То есть Да Вот Действительно И Опять же В это время Да и в остальное К нему На работу Захаживал Такой специально Представленный Человек Который Расспрашивал Майка О жизни О планах Давал Какие-то советы Какое такое Но Надо сказать Что Серьезно Да Майк Он так спокойно К этому делу Относился Они даже В чем-то там Слегка даже И приятеля Его встал То есть Его визит Он воспринимал Уже как неизбежность Они то время От времени Что-то выпивали Понимаешь Что-то приносил С собой Это специально Обученный Товарищ Вот Он его Время от времени Он Майка Предупреждал О том Что Чтобы не нарываться В неприятности Лучше бы ему Там не ехать На какую-то Там предстоящую Гастроль Откуда-то Он понимаешь Ему было известно Что это намечается Вот И он В общем Даже где-то Из каких-то Добрых побуждений Говорил ему Что Ну тут лучше Не надо Ничего хорошего Выступить Все равно не дадут А Неприятности Там Вот Это Интересная Какая информация Круто Я Первый раз Об этом слышу Честно говоря Ну Это хорошо Это значит Нам помогали Уже тогда Слушаем песню Меня спросили Что происходит Со мной И я не знал Что сказать В ответ Скорее всего Просто ничего Перемен во всяком разе Нет Мне правда Не дурно Не дурно живется Хотя Я живу Не как все Я удобно Обитаю Посередине Дороги Сидя На белой полосе Машина Обгоняет Машину Но я Городской Ребенок Ребенок Здесь Одеты В гранит Я люблю Природу Но мне Больше По нраву Урбанистический Я ничего Не имею Против Того Что Пробежатся Бастиком По носе Но я Живу Здесь Дыша Парами Бензина Сидя На белой полосе Ух Я хотел бы Стать Садом Прекрасным Садом И расти Так Как я Хочу Возможно Это Покажется Странным Но поверьте Я не шучу Но при каждом Саде Есть Свой Садовник Йор Работа Полоть И стричь Работа Прекрасна И даже Безопасна Но желаем Трудно Достичь А я Доволен Любой Погодой Я счастлив Солнце И я Ран Грозе Мне Нравится Жить Так Как Мне Живется Сидя На белой Полосе Мне Недоступна Вся Ваша Спешка И непонятен Ваш Ажиотаж Я Не вижу Причин Суетиться Я Не знаю Зачем Входи Сфраж И я На берег Жить Вес Вечно А нет Как Пожить В базе На этом самом месте Сидя На белой Полосе Сидя На белой Полосе Сидя На белой О песнях Группы Зоопарк Вообще Как бы О тех Старых Добрых Временах Когда В общем Существовал Ленинградский Рок-клуб Место Ленинградского Рок-клуба На нашей Скажем Музыкальной Сцене Оно Велико Или Все-таки Мы Где-то Могли Обойтись Без Создания Ленинградского Рок-клуба Ну Так Как бы Дальше Все это Шло Бы Спокойно Кто-то Бы Играл Кто-то Не Играл Кто-то Может Ушел На профессиональную Сцену Или Все-таки Ленинградский Рок-клуб Должен Был Появиться Он Должен Был Взорвать Атмосферу Ну Слушай Появился И появился И Слава Богу Конечно Как-то Переоценить Его Значение В истории Наверное Будет Сложно Да Можно конечно Предполагать Какие-то Строить Разные Теории А что Было бы Если бы Не было Этого Рок-клуба Но Наверное Было бы Что-то Вот Но В то же Время Нет Конечно Очень хорошо Что он Когда-то Возник В общем И Слава Богу Спокойно Потом Почил В базе Когда Прошло Его Время Вот Там Последующие Попытки Его Реанимировать Да Но Они так Вызывали У меня Например Просто Добрую Улыбку В общем Я Я хорошо Отношусь К тем Людям Которые Пытались Это Сделать Но Сама Эта Затея Мне Не Представлялась Особо Перспективной Перед Мы обменяемся Любезностями Перед тобой Сидит тот Человек Который Пытался Да Я что-то Слышал Я немного В курсе Реанимировать Я могу Полностью Согласиться С тобой И поддержать Тебя Да Действительно Было Время Когда Нужно Было Собирать Камни Нужно Приходит Время Когда Их Надо Разбрасывать Было Время Когда Должен Был Появиться Обязан Был Появиться Ленинградский Ру-клуб Но К сожалению Пришло То Время Когда Он Закончил Своё Существование И В этом Нет Ничего Ни Горького Ни Обидного Это Жизнь Они Пришли Скажи На твой взгляд Почему Всё-таки Из того Количества Ну 70 Групп Всё-таки Было А к окончанию Вообще Чуть ли не За 100 Групп Почему Из них Всё-таки Вышло Ну скажем Так На большую сцену Ну где-то Там 3-4-5 Ну 6 Групп А остальные Они В общем Растворились С чем Это связано На твой взгляд Вот Ты Чего ты Меня-то Спрашиваешь Я же Взгляд Со стороны Человек Который Который Был Вхож В музыкальные Круги Знаешь Мирового Значения Ну Во-первых Мне кажется Что всё-таки На счёт 5-6 Это ты уж Сильно Занизил Отлично Скажи мне Что их Больше Что мы знаем 10 Я думаю Что их Больше Где-то Может быть Даже Там Целая Чёртова Дюжина Может быть Ну Это Конечно Лучше Уже Из 70 Групп Чёртова Дюжина 12 Там Штук 13 Но Всё равно Это как бы Не Не все Всё равно А по идее Должны были Ну Все пойти По музыкальному Пути И выйти На какую-то На какой-то Простор Не знаю Да Да ну А почему Ну Слушай Честно Говоря Ты бы Получил Удовольствие От того Если бы Все эти 70 Или сколько Их там Групп Было Там Постоянно Звучали На радио По больному Ударил Так Я бы Я бы Я бы Например Постарался бы Не Не слушать Это Всего Знаешь Я вообще К этому Замечательному явлению Как русский рок Отношусь Скептически И даже С определенной Долей Неприязни Вот Но 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 То что там Действительно Да Есть Очень Достойные Вещи Которые Вот Слава богу Что они Есть И Это И шанты Воспитан на Западной музыке Ну Ну Твои любимые Группы Слушай Их Их Очень много Но Битлз Там есть Да Конечно Там Дипепл Роллинг Стоунс Это все Как классика Присутствует Дипепл Как раз Так не особо Есть Множество Их песен Которые Мне очень Нравятся Но Так сказать Что я Вот Был бы фаном Дипепл Нет Чего нет Того нет А кого ты был Фаном Ой Знаешь Вот так Сразу По-быстрому Но В детстве Там В школьные Годы Я Там Торщал На Дорс Сейчас Это Все же Меньше Да Как-то А То есть Дорс Наверное Боб Дилан Наверное Тирекс 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 Это Поскольку Это Любимая Группа Майка Конечно Мимо Меня Это Тоже Не Прошло Вы Слушали С ним Тирекс Помню С таким Удовольствием Да Слушай Слушай Временные Рамки Передачи Позволяет Погу Рассказать Да Довольно Смешную Историю Она Непосредственно О том Как создавалась Группа Зоопарк Уже Начали Вот Где Это Было В Купщино Это Было Это В квартире Где До сих Пор Живу Вот Да И тут Потом Чуть позже Совершенно Неожиданно Подтянулся Илья Куликов С которым Мы Прежде В одной Школе Учились Он На один Класс Меня Младше Был Вот Но Уже После Школы У нас Сохранялись Какие-то Приятельские Отношения Там Именно Все Это Нравилась Нам Примерно Одна И та Же Музыка В общем Как люди Мы Тоже Были Друг С чем-то Симпатичны Поэтому Тут Нас И после Школы Не нравился Юха Вот Правильно Значит Ты меня Понимаешь Что Я имею в виду Да И вот Илья Причем Совершенно Без Всякого Звонка Друг Ни с того Ни с сего Возникать На пороге Я ему Говорю Ты Хоть Позвонил Откуда Ты Зал Что Я дома Буду Говорит Да ладно Брось Троллейбус Подошел Две копейки Не нашел Поэтому Чего там Делов А ему На самом деле Тогда С проспекта Ветеранов До моего Купщины Тащиться Было Довольно Долго Да Ну вот Но тем не менее Вот они С Майком Познакомились Второй раз Они до этого Еще встречались Когда Ильюха Играл в группе Маки Майк Приходил На их Репетицию И Собственно Эта группа Не особенно Его впечатлила Только про басиста Он сказал Что Вот по-моему Про Илью Да Что вот этот Кажется Кайфовый человек Наверное С ним бы Мы могли бы Играть Но после этого Как-то так Ну сказал и сказал А потом Все это и забылось Но когда Вот они Так вот Случайно Уже Встретились Второй раз У меня дома Тут это И Начало Оформляться Уже Потом Как Майк Об этом Рассказывал Что Ну Мы Познакомились Понравились Друг другу И Решили Поиграть Вместе Самое Удивительное Что На следующее Утро Мы оба Об этом Смогли Вспомнить Собородом Ну Попробовали Опять же Подравилось Вот так вот И началась Группа Зоопарк То есть Первые два Человека Которые появились В группе Это был Ну естественно Майк И это был Ирия Куликов Да Это вот они Сооснователи Что мы сейчас Будем слушать Ладно Про Тирекс Я так и не Расскажал Сейчас мы Услышим Песню И услышим Рассказ про Тирекс Ну Песня тут Не соответствие У меня Значит Причем Хочу сказать Что На этот раз Я Исполняет Ни майка Ни зоопарка А Это Есть Или Не знаю Уже Может быть Сказать Была Такая группа Триста Она называется Но Триста Она потому Что если Написать То будет Зоо Вот На самом деле Читать Это нужно Не как Зоо А как Триста Как Триста Вот И В ней Значит Играли Александр Харбунов Лидер гитарист Зоопарка Барабанщик Зоопарка Да Валера Кириллов Выздоравливай Да Дай бог Ему Все таки Однажды Подняться Да Дай бог Вот Значит Там На На губной гармошке Там Дует Евгений Литвиненко Джексон Вот А Поет И на басу Играет Дмитрий Бациев И так же Известный Как Дуча Вот И вот Они собственно Взяли Песню Майка Которая В исполнении Зоопарка Но она там Как-то на концертах Исполнялась Она даже записана Там По-моему На альбоме Дубль В Но Это Конечно Вот В оригинальном Исполнении Авторском Ее слушать Довольно Тяжело Ну там Просто запись Какая-то Такая Не очень Удачная Получилась Вот А вот Эта самая Группа 300 Они На В 2019 Году 18 Апреля Проходило Еще одно Там Отмечение Дня рождения Майка В том же Клубе Маниханя Вот Так что Вот Я думаю Что стоит Ее послушать Потому что Просто Эта песня Малоизвестная В отличие От Других Которые Мы слышали Которые Ну давай Прогоним Дозу Вот Этого Самого Ну да В общем-то Надо конечно Еще упомянуть Что Майк Он действительно Кем-то вроде Чемпиона Наверное Является По количеству Каверов Сделанных На его Песне Потому что Например Если взять Тот же Самый Блюз До Москвы И собрать Все там Каверы Которые Немеренное Количество Это я не знаю Какой Объемный Альбом Получится Только из Каверов На одну Песню Хорошо Ну тогда Предложим Нашим Радиослушателям Сейчас К вниманию Песню Несоответствие Слушаем Увы Я буду Рожден Слишком Долго Чтоб Чуть Так Как Я хочу Я ползаю На четверенька Хотя Мне кажется Что я Лечу А вокруг Меня Слишком Много Людей И все Говорят Мне Слова Хотя Я Не Всегда Понимаю Чего Слишком Я Чтоб Все Я знал все то, что дом был знаний Сказал, что хотел сказать Что именно я хотел сказать, я не знал Чего должен? Я думал, все станет лучше Когда все станут такими, как я Я не знаю сейчас и не знал тогда Был ли прям прав я Я вижу редкую гору И я хочу залезть на ее Я хочу быть чемпионом мира Я хочу сниматься в кино Я хочу быть как он и хочу как она Но хочу быть самим собой Но это печальные мысли И они не принесут мне покой Я хочу как много, я хочу всю жизнь Но получить не могу Бог не дает рогу в подливой козе Бог оставляет ее на рогу Я умею делать то, что никому не нужно А что нужно делать, я не могу Я вижу в этом несоответствие 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 на каждом шагу Я знаю, в чем смысл жизни Но я об этом молчу Другие пишут об этом книге Но я их читать не хочу Жизнь полна Несоответствие я вижу их Даже в нашем толчьем кругу Несоответствие Везде и всего Несоответствие на каждом шагу В студии радио «Комсомольская правда» В Санкт-Петербурге В программе «Легенда и миф» Ленинградского рок-клуба У нас в гостях Дизайнер, художник Большой друг музыкантов Ленинградского рок-клуба В частности, Майка Науменко День рождения, который мы будем Отмечать 18 апреля Игорь Петровский Иша Первыми твой рассказ о Терексе Ну вот И в тот самый вечер О котором я там повествовал Понятное дело В какой-то момент Майку захотел Терекс послушать Конечно, да Кто бы мог ожидать А там уже Это среди всех этих пленок Бобин Помнишь Все эти Размотанные катушки Очень хорошо помнил Покатилась пленка На поле Размотался весь дипапал И вот там вот Что за Иш, там Какие-то оборваны Ракорды Там Коробка от одной пленки А на самом деле Там что-то другое Уже лежит В общем, я Страшно задолбался Там, наконец Нашел ему Терекс Поставил Тут оказалось Что это Слайдер А он хотел Тенкс послушать Разные альбомы Да И вот Услышав об этом Я тут Швырнул Терекс Опал Сказал Задолбал Тоже своим Терексом Тебе надо Ты и ищи На самом деле Не задолбал Я там Иначе сказал Ну, конечно И после чего Ушел в соседнюю комнату И там Стал лежать На спине На диване Вот А Илья с Майком Мы уже продолжили Общаться Без боевого участия И вот Такий вот образ Закрутилось Да И таким образом Начала создаваться Группа Со знаменитым Названием Зоопарта Это очень хорошее Название Это очень хорошее Название Пусть ты такой же Как фамилия Семенов Ну, поскольку Мы второй раз Вспоминаем эту историю Я должен ее Тогда чуть-чуть Для наших зрителей Напомнить А Майки Решили снять Фильм Вместе С известным Актером Нашим Питерским Актером Сергеем Не вспомню Фамилию Кукарешиным Сережей Кукарешиным Да И там был Один эпизод Режиссер Фильма Придумал Что Какой-то Не очень Такой Как бы Репортер Такой Какой-то Не очень умный Скажем так Берет интервью У группы Зоопарк Ну, Майк Звонит мне И говорит Слушай Тут должен быть Вот интервью Такой Не очень Ну, вот Не сможешь Я говорю Конечно Ну, от тебя Такую просьбу Я обязательно Самого-самого Неумного Репортера Я тебе и сыграю Мы пришли На отстойник Это был На вводном канале Нашли Какой-то там Состав Зашли Режиссер Говорит Вот давайте Значит Я начал что-то умничать Он говорит Не-не Надо что-нибудь Поглупее Кентину Вопросы Ну, и дальше Мы все остальное Видели уже И вопрос был Почему вы называетесь Группой Зоопарк На что Майк Ответил Это очень красивое название Это очень красивое название Ну, там У тебя же, по-моему Фамилия Семен Тоже красивая А потом По-моему Это Шура у тебя Спросила Почему твоя фамилия Семен А я сказал Очень красивая фамилия На том Мы разошлись Именно эту историю Мы сейчас вместе Вспоминали С Ишей Ну, вообще Вспоминая этих людей На самом деле Только улыбка И только радость И только какие-то Приятные Добрые Добрые слова Хочется говорить О Майке О Саше Харбунове Валерке Кириллове Конечно И о тех музыкантов Которые были Как у Ильи Бабелье И о тех Кто вообще играл В группе зоопарк Иш Чем живешь сегодня? Памятью зоопарка Ну, это святое Ну, не Слава Богу Не только Вот Да Живу Вот Вот внук У меня есть Прекрасный Вот Жена Замечательная С которой ты Не дашь мне соврать Нет Людмила Это просто Чудеснейшая женщина Тебе повезло с этим С ней Ну, да Повезло то, что Я ее встретил Вот А все остальное Это было уже Не просто везение Некоторым образом Там и постараться Пришлось поработать Пришлось поработать Ну, что-нибудь рисуешь Что-нибудь Ну, да Да Постоянно Чего-то рисую Это, знаешь Это у меня уже Поскольку такая вроде как Дурная привычка Я без этого не могу Вот Поэтому Постоянно что-то я Делаю И даже вроде Недавно Намеревались Выставку Провести Но В связи Со случившимися событиями Как-то у меня все Настроение пропало Вообще Этим Заниматься А где хотели сделать выставку? А это есть такая Замечательная Частная Галерея В лучших традициях Этих самых Квартирников На флоту Что называется Вот Это частная квартира Которая находится На Манежной площади Рядом с бывшим Кинотеатром Родина Ну, сегодня тоже Родина Он так и называется? Да, он так и называется Родина А я думал, что это уже просто Дом кино Нет, нет Кинотеатр Родина есть Да, существует Да Вот И поэтому Галерея Это носит Замечательное название Уродины 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 Да Ну вот И в общем Время от времени Там проводятся Такие вот Культурные мероприятия Так что И ты хочешь там Сделать выставку? Ну, наверное Когда-нибудь Я ее все Сделай Пожалуйста, сделай Спасибо, Саш Что-то Я первого Тут же Я Расскажу всем Вообще Кому только можно Об этом И с удовольствием Приду сам Спасибо И всех приглашу Конечно Обязательно Во-первых Это интересно Во-вторых Это и для тебя Тоже на самом деле Очень важный момент Ну, согласись Ну, нормально Мне будет приятно Конечно А нам будет тоже приятно Посмотреть на твои работы А еще что? Ну, вот Раньше там уже Всплывали упоминания Про книжки Какие-то таинственные Хочу сказать Что этих книжек На самом деле Не одна Это Их Три готовилось Кстати По меньшей мере Четвертая была Такой же Только в стадии Совсем еле-еле Там задумки Как бы Вот А Три уже Находились Так в разной стадии Законченности Ну Ну, в общем Вот Будут они Когда-то закончены И опять же Я надеюсь Что Появятся они На бумажном Появятся Появятся Обязательно появятся Надо в это Твердо верить Во-первых Ну и во-вторых Конечно Что-то делать Для этого Ну Фронт работы Определен Выставка Внук Книга В общем Только успеваешь И не одна Вот что Да Не одна Только успеваешь Что называется Только приводить Это все в порядок И И выпускать Да Конечно Хотелось бы уточнить Что это все книги Имеют непосредственно Отношение Вот А не о майке И о группе Зоопарк Это не то Что я какой-нибудь Там писатель Который Билетристикой Занимается И проще Всякой Вот этой Не ну конечно Для тебя Я чисто Чисто по делу Чисто по делу По тому О чем я точно знаю О чем пишу Вот это самое главное Да В отличие от некоторых Авторов Не будем называть Не будем называть Никами Да А ты точно напишешь Во-вторых А майке Я уверен Это будет наверняка Лучшая книга Человека Которого ты знал В общем И помнишь И все На самом деле Мы его любим Иша Я хочу поблагодарить тебя Спасибо большое Что ты нашел время Спасибо большое Что ты пришел Пришел с этими Удивительными Фантастическими Рассказами О любимых людях Спасибо что принес музыку Музыку Майка Науменко Спасибо Саша Что позвал Я даже надеюсь Что я однажды Услышу все то Обязательно услышишь Ко дню Рождения Майка Науменко Вот в эту субботу Мы обязательно Выпустим эту передачу Так чтобы ее услышали Все наши радиослушатели Сейчас я еще раз Хочу поблагодарить Спасибо тебе большое За память о майке Конечно я мог бы с тобой Говорить еще о многих Музыкантах Ленинградского рок-клуба Но сделаем мы это Позже А сейчас я еще раз Благодарю тебя Спасибо И прощаюсь с нашими Радиослушателями Всего самого доброго До свидания Пока До свидания Всего доброго Всего-всего Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба